всем привет с вами снова алина и как бы я не хотела снять какое-нибудь другое видео на тему бьюти и уход обещаю все это сниму но сейчас январь а это значит что сезон наград и золотой глобус как вы уже догадались и название видео critics choice awards и очень-очень много все возможных премий именно в этом сезоне и конечно же все ждут оскар поэтому я сегодня с вами как обычно поговорю на тему красных ковровых дорожек что же звезды выбрали какие наряды были удачные какие нет расскажу что говорят западные критики потому что это прям супер тему критиковать наряды знаменитости очень многие критики высказывают свое мнение мы с ним либо соглашаемся либо нет хотя опять же на этом канале вещают только я и если у вас есть какое-то другое мнение либо если вы согласны с моим мнением с мнением критиков обязательно пишите об этом в комментариях и также можете писать в мой инстаграм подкидывать мне идеи возможно какие красные ковровые дорожки я упустила и давайте не будем тянуть и побыстрее приступим к разбору нарядов и так давайте начнем с первой знаменитости это зиндей и наряд очень активно обсуждается в прессе очень многие критики ставят его в заголовок ну то есть как самый самый интересный образ вечера я не скажу что это всегда объективно безусловно у зиндей очень хорошие стилисты и и все выходы за последнее время крайне яркие и этот не стал исключением то есть наряд от том форда здесь идеальный макияж который подходит под наряд и кстати это в принципе тренд этой красной ковровой дорожки которая на самом деле синие тренд чтобы макияж глаз перекликался с цветом платья и это на мой взгляд во всяком случае решение которое всегда сработает но мне кажется что зиндей повышенное внимание не столько из-за ее стилистов сколько в принципе повышенное внимание к ее персоне и поэтому я соглашусь что наряд очень красивый что и этот топ и эта юбка и оттенок и асимметричный силуэт все смотрится невероятно органично и конечно же как и прическа я думаю что твердую такую пятерку либо десятку десятку да если мы по десяти бальной шкале оцениваем в общем ключевое слово которое я могу сказать это органичная зиндей в этом образе как раз таки в первую очередь органично далее тоже молодая знаменитость люси хэйл насколько помню наиграла в каком-то популярном сериале вроде милые обманщицы и здесь та же самая фишечка которая была в образе зиндей когда есть акцент на глазах и этот акцент прикликается с оттенком платье в данном случае я могу похвалить макияж мне нравится макияж укладка даже наверное силуэт платье окей даже цвет мне нравится но бант и этот стеклярус который для меня очень сильно похож на какую-то люстру вот нет и этот клач мне кажется что это катастрофа в плане деталей мятный оттенок платья безусловно красивый актрисе идет но как же плохо смотрится этот бант и этот стеклярус ну ну нет 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 я можно даже оценку ставить не буду потому что ну мне не нравится если вам нравится напишите в комментариях если со мной согласны если нет рейчел броснахан я почему-то читала бросном вот такая вот у меня ошибочка была и она выбрала для себя оранжевое платье такого насыщенного оттенка здесь тоже бантик можно сказать практически такой микро тренд этой синей ковровой дорожки и также тут имеется я так понимаю что стеклярус на мой взгляд красивый цвет но непонятно решение вот на фотографии выглядит так как будто бы ее макияж глаз он более красный чем оттенок платье и это цветовое решение мне непонятно то есть если бы это был например синий макияж глаз еще ладно решили сыграть на контрасте а фиби waller bridge выбрала для себя такое черное платье на одно плечо очень красиво смотрится и тут сразу видно что за модный дом изготавливал это платье потому что это dior такой прям вот каноничные просто вот дину dior овская платье поэтому я могу сказать что классика всегда выглядит уместно всегда смотрится выигрыш на ну вот просто хороший образ здесь понятное дело нет ничего экстрадинарного чтобы мы с вами могли обсудить вот даже наряд мэнди мур его можно уже как-то пообсуждать комбинезон от эль сап и я вообще люблю мэнди мур вы знаете мне нравится так ты сами нравится с ней фильм фильмы это эпоха вот этих комедий милых романтичных фильмов но меня что-то смущает в этом комбинезоне я не могу понять что вроде бы все правильно все хорошо но либо длина либо цепи но не во всех ракурсах это смотрится органично возможно если бы она как-то заменила вверх вот знаете вот когда смотришь на наряд и не можешь понять что не так наверное все таки дело в длине мне кажется что не совсем выигрышная длина и вот эти цепи наверное да все таки меня смущают вот эти цепи которые вроде как должны разбавить комбинезон но с ними выглядит как-то не очень а далее у нас били портер можно просто без предисловий потому что все прекрасно понимают что били портер это человек от которого мы не ждем чего-то официального и как минимум даже чего-то брутального потому что вот 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 повышает градусы били портер выходит опять в плате на красную ковровую дорожку и никто ничего не скажет мне кстати нравится это решение с бабочками на которые и сделан акцент я не говорю про то что в принципе мужчина в платье но понимаете есть в принципе отдельная категория 0 наряды били портера то есть я не отношу его к самым лучшим мужским к самым лучшим женским нарядом это просто били портер били портер как отдельная категория поэтому вот мне кажется он вне обсуждений и на его наряды можно просто смотреть и никакой критики их уже подвергать наверное не имеет смысла джои king выбрала для себя немножко непонятно точнее множко непонятное мне платье потому что да но прикольная по оттенку вот этот вот металлик но выглядит так как будто бы это помятая фольга то есть платье либо это так задуман либо она действительно помялась но выглядит как будто бы это вот знаете конфетки когда ты ешь и потом фольга и она мнется и вот ну не очень красиво образ мне нравится нравится макияж укладка и несмотря на то что актриса мне нравится платье меня откровенно разочаровала несмотря на то что все-таки это прада как мы уже с вами успели заметить за время этой рубрика на моем канале наличие какого-то бренда наличие какого-то имени в образе знаменитости не гарантирует то что образ будет удачным актриса любит они он го вечно я боюсь неправильно произнести чью-то фамилию поэтому смело поправлять меня в комментариях сделала поставку на платье которая вот прям отлично подходит ей по оттенку кожи и обычно знаете есть такое правило что ни в коем случае нельзя подбирать наряды в тон своей кожи потому что ты потеряешься но это не относится к любите потому что посмотрите просто на ее прическу с такой прической ты точно не потеряешься и акцент на губы в целом не могу сказать что это мой любимый образ с этой ковровой дорожки но вот это коричневое платье от майкл корс во всяком случае было таким реально неожиданным и ну не то чтобы дерзким но просто хорошим решением мне нравится николь кидман выбрала для себя armani и тоже довольно такое классическое платье как это что я вам показывала ранее от модного дома dior николь и классическое платье ну вот это тоже уже в принципе такой устоявшийся дуэт и от николь как я уже вам говорила ранее мы не ждем чего-то экстраординарного ждем чего-то очень классического такую укладку ну вот наверное в этом в образе можно было выбрать другую укладку вот если бы николь например собрала волосы я думаю мне нравилось бы больше и где ювелирные украшения вот да вот на тех мероприятиях где ювелирные дома имеют договоренности там их очень много ими просто пестрит вся ковровая дорожка попадя не попадя а вот где договоренности нет там их брюликов наверное нет потому что ну вот очень как-то голенькая чего не скажешь и дженнифер лопес которая обычно любит что-то по откровению в этот раз она выбрала что-то по обтягивающие обтягивающие и такая знаете пудровая королева мне нравятся образы вообще джейло в большинстве потому что ну у нее есть свой устоявшийся стиль такая знаете просто дива одним словом дженнифер лопес в принципе можете только по ее имени понять какой будет примерно образ и она выбрала довольно сдержанное по ее меркам классическое платье очень красиво по фигуре вот эти вырезы они делают талию еще уже и превращают фигуру в еще более такие прям идеальные песочные часы здесь брюликами уже дело сверкает но есть просто драма моей жизни я не понимаю что происходит с визажистом дженнифер лопес и что он блин делает с ее лбом на всех последних красных и синих ковровых дорожках любого цвета какая-то катастрофа во-первых со светоотражающей пудрой которые ее наносят ей наносят под глаза и от спушек и от спушек она просто бликует не очень красиво но лоб почему ее лоб всегда коричневый и это проблема явно ни одной красной ковровой дорожки меня это очень расстраивает потому что обычно у дженнифер лопес несколько лет назад хотя бы были макияжи получше а сейчас вот прям фейл на фейле и я не понимаю что происходит с визажистом в общем если вы тоже считаете что что-то здесь не так то можете написать в комментариях но в целом все остальное мне нравится опять же если мне этот затемненный лоб на красный извините на синей ковровой дорожке была еще юная актриса джулия баттерс она играла в фильме квентина тарантино однажды в голливуде и у нее наряд такой знаете классический но немножечко экстра я первый раз по своему канале обсуждаю вообще какой-то детский образ и ей понятное дело здесь сделали легкий макияж то есть не перегрузили слава богу потому что бывает такая проблема вот с детским макияжем вообще многие могут написать что вот зачем красить детей это все понятно но это мероприятие это ковровая дорожка ну почему бы и нет почему бы один раз в год пару раз в год ребеночку там и накрасить ничего там страшного я не вижу в этом случае какой-то прямо катастрофической проблемы она же не бьюти блогер не снимает свой макияж каждый день и не одели в какие-то знаете вот эти зефирюшки и еще что то тому подобное нет образ мне безумно нравится если мы говорим про детскую моду хотя в принципе я такое представляю и на взрослый но при этом ключевой момент что этот наряд он ее не взрослит то есть не выглядит так как будто 10-летняя 12-летняя девочка выглядит как девушка приближенная к женщине нет это очень здорово когда выбираются именно такие образы мне нравится в эти гилпин попала в разряд неудачных платьев и не по моему мнению только по мнению многих западных критиков потому что ну вот что-то в этом образе не срослось а наверное первую очередь пропорции и платье выглядит так не как будто бы его сшили а как будто бы его собрали из огромного куска ткани и вот перевязали не очень красиво вверх становится прямо очень сильно тяжелым и не знаю мне в принципе цвет не особенно нравится то я такая чтобы критиковать дизайнеров конечно но здесь плохо помимо платья его цвета неподходящая укладка хотя вот макияж принципе хороший вот макияж классный но укладка вот есть такая проблема что она хорошо смотрится когда актриса встает вот так например в профиль в три четверти но не очень хорошо смотрится когда она стоит прямо и это знаете либо все время стоит стоишь вот так вот позируешь в идеальном ракурсе либо вот тебя подлавливают хлои бриджес выбрала для себя такой лаконичный и максимально монолук то есть леди в красном и мне нравится я как бы не скажу что я большой фанат такого рода платьев но мне хочется его рассматривать как рассматривать ее образ и здесь нет какого-то знаете ужасного конфликта что вот например клач вот он прям не совсем тон в тон к платью слава богу сейчас эти времена пропали и не обязательно чтобы все супер идеально между собой сочеталось мне очень нравится это платье реально мне давно такого не было чтобы вот такой вот силуэт наверное знаете дело в том что основная ткань она более плотная но струящаяся а вот плечи они покрыты полупрозрачной тканью и мне кажется это создает так узнаете интригу обожают такие варианты платьев то есть вроде тут нет какого-то знаете силуэта ничего не обтягивает но смотрится как-то игриво или наверно нет наверное даже таинственно общем мне нравится это платье синтия эрива непонятно относится какой категории то ли самым лучшим нарядом то ли самым худшим потому что все модные порталы вот по-разному и все критики кто-то говорит это потрясающий наряд кто-то говорит наряд неудачный мне интересно ваше мнение вообще обязательно его в комментариях я вот тоже не за того что я читала эти статьи а потому что я не могу понять то ли она мне нравится то ли она слишком пестрое потому что когда я первый раз смотрела на это платье мне казалось что голова отдельно от него то есть она как будто бы слилась с ковровой дорожкой с вот этими надписями как будто бы ее платье это продолжение надписи и пресс вола но вот голова как будто бы отдельно от всего наряда и это очевидно потому что платье под горло и она сложная но пестрое она приковывает внимание и вроде здесь правильный макияж знаете вот к этому платью здесь все правильно но нет мне вот что-то не нравится не то чтобы мне этот образ при мне нравится он меня смущает давайте сделаем еще категорию наряды которые меня смущают которым я не могу высказать свою какую-то очевидную и адекватную оценку эллисон бри делает ставку на минимализм выбирает лаконичное оранжевое платье и кстати вы заметили что оранжевый в последнее время очень популярен у знаменитости как-то такой знаете такой тренд на красных и синих ковровых дорожках мне здесь нравится макияж укладка лаконичное платье все просто хорошо и где же бриллианты где же эта роскошь которую мы видели на золотом глобусе куда она все подевалась а вы мне еще говорите что возможно это не договоренность с модными домами нет это именно договоренность с модными домами и я думаю мы еще насладимся этим на оскаре на оскаре бриллиантов будет поверьте очень много и к месту и не к месту конечно же наряд n хэтуэй не обсудил разве что ленивые ателье versace и да тут и ассоциации с оскаром и вот то что она выглядит как золотая статуэтка и кстати знаете здесь не критики здесь меня удивили очень многие комментаторы в интернете которые под вот этой фотографии то есть где выставлялись подборки знаменитостей с этой ковровой дорожки и многие написали что мол господи это ужасная глубокая декольте и вот мол как эту и не стыдно и я как-то так озадачилась думаю это какая-то нетипичная реакция для западных комментаторов как-то обычно они на это не делают акцент но вот как так n хэтуэй решили придраться что вот видимо у них какой-то другой образ этой знаменитости что вот она такая вся носит не такие открытые платья я не знаю в чем суть мне образ понравился вообще в принципе я люблю такие рукава да кто подписан на мой инстаграм прекрасно об этом знает конечно декольте я такого в повседневной жизни на мероприятия не ношу но в целом мне очень нравится этот такой голливудский красивый образ и я не говорю что это как-то пошло мне не кажется что-то вульгарно как-то провокационно n красивая уин прекрасная фигура смотрится здорово и действительно роскошно изысканно по голливудски говорите как хотите здесь полностью гармоничный образ хорошо сочетаются украшения то есть кстати посмотрите что сережки здесь асимметричные одна короче другая длиннее очень интересные украшения на пальцах то есть вот образ продуман до мелочей и очень хорошая укладка я думаю что если бы она собрала волосы что вроде как бы по идее к такому наряду и стоило сделать это смотрелось бы гораздо скучнее то есть это бы смотрелось вот как-то нарочито а из за того что есть лист выбрали такое решение чтобы распустить волосы но убрать их назад мне кажется образ получился ну вот не таким вымоченным каким он мог получиться конечно же шарли сторон я очень люблю эту актрису и каждый раз вам это говорю но последнее время как эта катастрофа как связи жизни дженнифер лопес так и со стилистом шарли сторон я не понимаю почему этот человек ее специально портит почему он выбирает ей наряды которые и и не украшают либо просто как-то непонятно смотрится я не понимаю для чего здесь этот пиджак ну то есть я в принципе могу догадаться почему если вы вообще в курсе фильма последнего в котором играла шарлиз он на английском называется бомб шел на русском он по-моему будет называться скандал он еще не вышел в россии вот если вы имеете представление по поводу этого вы можете понять примерно почему здесь выбран пиджак но все-таки это не промо компания этого фильма поэтому тоже не могу понять почему здесь этот пиджак к чему он здесь точнее это жакет и мне в целом нравится платье но мне кажется что как-то вот все это вместе она не очень хорошо смотрится если бы шарлиз осталось только в одном платье это было бы лучше возможности листы решили сделать что-то чуть более оригинальное здесь мне остается только гадать но мне вот просто я смотрю на этот наряд и мне хочется снять этот жакет хотя все остальное мне нравится мне нравится макияж у шарлиз слава богу отличный визажист который в принципе всегда хорошо красит у нее потрясающая фигура вот реально платье хорошими просто снимите жакетик пожалуйста а вот кейт бэкин сэйл как раз пошла по сложному пути и точнее нет голливуде это не такой сложный путь короче она сделала себе такой вымоченный образ за счет того что да это красиво это по-голливудски ну вот платье прям очень сложно я понимаю что это мероприятие но это не оскар это такое крупное крепкое мероприятие действительно крупная премия но вот ну слишком экстра я представляю этот наряд на оскаре тоже на золотом глобусе но на этой премии ну вот можно было бы выбрать что-то получше а так получается что вот выглядит как самая нарядная подружка в компании это конечно неплохо это в принципе хорошо но хотелось бы наверное чего-то другого потому что мне безумно нравится укладка очень нравится макияж и вообще кейт она просто потрясающая красотка но платье она вот слишком экстра эмили хэмпшир выбрала для себя довольно мрачный образ и вот знаете макияж похож на макияж который выбирала мне кажется анджелина джели нулевые и в целом мне кажется что здесь тоже получается то что я говорила ранее очень мрачная и непонятно для чего выбранное это платье девушка очень красивая действительно красивый макияж красивая укладка но здесь та песня что платье ей она бы возможно подошло кому-то другому не знаю у нее хорошая фигура но в целом платье очень мрачно смотрятся для этой ковровой дорожки а вот актриса лора дерн она кстати и на золотом глобусе что-то взяла и на этой премии по моему актриса второго плана за роль в брачной истории так на русском языке это называется в общем она мне очень нравится это актриса вот которая просто я не знаю убивает и сражает тебя с своей энергетикой и мне нравится выбор ее наряда для этой церемонии что я и говорила оранжевый хит сезона на ковровых дорожках прекрасный макияж прекрасно вот это вот пыляжная укладка типа я не заморачивалась у меня волосы так сами так легли и очень красивый оттенок подходит ли он ей изначально это спорный вопрос потому что если бы вот мне кажется она зашла бы в магазин она бы вряд ли бы сразу обратила внимание на этот оттенок и это именно тот сложный цвет который нужно обязательно прикладывать к лицу как говорится потому что ну девушка с ее цветотипом не прям сходу из порога я думаю схватилась бы за этот наряд а в целом здесь смотрится все очень органично аква финна решила добавить такие голливудского шика выбрала такое красивое голливудское платье желтые желтый той же до популярный цвет как вы заметили и акцент на губы но при этом не забыла про золотые тени я не фанат в принципе таких образов потому что они вот экстра но не настолько экстра чтобы быть чем-то для меня интересными вот непонятен выбор клача но зная какой человек аква финны какая она такая знаете фрик в хорошем понимании этого слова то есть она реально прикольная вот если вы не смотрели какой-нибудь интервью с ней обязательно посмотрите потому что она просто прикольная и в таком образе и и даже немножко непривычно видеть то есть в таком леди стиле и во всяком случае это интересно особенно если ты знаешь бэкграунд так скажем этой актрисы сиршу ронан я даже не сразу узнала вот не знаю почему мне понадобилось ну несколько секунд так чтобы ее узнать и сначала так как что это за актриса кто это я не знаю ее оказалось что я знаю что это сирша ронан и ее наряд тоже был иллюстрации очень многих статей о самых лучших образах этой ковровой дорожки прям критики безума в восторге просто просто умирают по этому образу мне очень нравится действительно этот ее наряд продуманный макияж продуманный образ в плане прически платьев и то что у нее желтый маникюрчик который вроде к чему здесь желтый но как это все хорошо смотрится потому что сирша имеют такую знаете тип внешности который мне немножко напоминает статуэточек то есть знаете вот эти статейки которые продаются в сувенирных магазинах это в хорошем смысле это действительно хорошая у меня такая ассоциация вот прям такая куколка и мне нравится что здесь та же фишка о которой мы говорили раньше что макияж глаз он прикликается с оттенком которые есть платье но при этом идет смелый ход выбирается красная помада то есть в целом если бы не красная помада была бы такая вероятность что сирша бы смотрелась как-то бледно за счет того что основные вставки то есть основной свет платья не красный он сливается с ее кожей и красная помада она вот просто вишенка на торте она идеально завершила образ ну и конечно вот это асимметричная челка очень-очень красиво абсолютно я не поняла наряд кеннеди и макмен потому что это просто что-то непонятное к вроде неплохому в целом изначально платью почему-то просто присобачили огромный бант сзади и шлейф для чего кому это понадобилось зачем зачем было выбирать это платье просто честно модная катастрофа и этот шлейф он даже некрасиво смотрелся на красной ковыровой дорожке выглядел как будто бы просто вот шла какая-то принцесса потеряла кусок платья и к ее вот этому платью его приткнули наряд моли sims я бы тоже отнесла к не самым удачным потому что здесь та же история отличный макияж несмотря на то что он довольно активный акцентный хорошо красиво собранный волос и вот действительно ее лицо это украшает волосы убраны назад но почему это платье смотрится так мрачно мне кажется опять же она не совсем уместно в рамках возможно этого мероприятия она прибавляет возраста то есть она в нем смотрится и старше и тяжелее то есть действительно довольно мрачный наряд для премии я не совсем даже понимаю куда такие платья можно носить понятное дело что любой товар всегда найдет свой покупатель но мне кажется что образ ну вот нет дарси карден выбрала платье которое почему-то похоже на пижамку как будто бы вечернее платье сделали из огромного количества пижам абсолютно нетипичная расцветка для вечернего платья вот тоже хороший макияж хорошая укладка но непонятная расцветка мне кажется что вот вот прям опять смотришь и не понимаешь зачем для чего если бы она была одна цвета однотонная то можно было сказать что у это очень скучно но здесь опять же здесь не совсем так чтобы интересно чтобы это было действительно какая-то необычная категория но в то же время и мне кажется что это расцветка это платье не улучшила актриса маргарет куалли вы ее тоже кстати видели наверное в недавнем фильме квентина тарантина однажды в голливуде она кстати по моему дочка энди макдауэлл да и мне кажется это даже заметно потому что они в целом похожи и она в платье от миу миу и она очень лаконичная сдержанная у нее опять же красивый свежий макияж собранные волосы и вся она такая хрупкая вся такая вот женственная я не фанат вот таких вот бантиков вначале вы помните мятное платье которое было порезано бантиком и там это смотрелось прям очень плохо здесь когда я первый раз посмотрел на это платье я такая сначала опять этот бантик но в целом и поняла что наверное без него было бы вообще очень грустно и и он худо-бедно перекликается хотя бы с обувью каблуки у довольно необычные они инкрустированные стразиками я не скажу что это лучший образ конечно же этой ковровой дорожки ну вот он интересные и девушка конечно же можно сказать что он наряд преображает и на ней смотрится очень хорошо свежо и опять же мое любимое слово органично я люблю когда наряд смотрится органично но бантики я все равно не люблю в таком исполнении так точно но здесь придираться к этому не буду видео опять же уже получилось очень длинным и всегда много с вами болтаем в таких роликах если вы со мной согласны и не согласны и взять напишите в комментариях какие наряды вам понравились какие нет какие красные ковровые и синие дорожки желтые какие мы еще можем с вами обсудить что вам было бы интересно подписывайтесь на мой канал на мой инстаграм и нажимайте на колокольчик потому что если этого не сделать то вы просто пропустите мое видео вот youtube сейчас такой вот хитрец и коварный парень поэтому обязательно нажимайте на колокольчик но с вами была алина увидимся в следующем ролике пока знаете мне кажется что я просто незаслуженно игнорирую мужчин в подобных видео вы мне уже об этом писали ну вот не знаю почему я игнорирую мужчин вот например эндрю скотт как вот его можно не обсудить почему я их игнорирую вообще интересно бы вам было чтобы я и про мужские выходы на ковровой дорожке рассказывала рассказывала да напишите об этом в комментариях